Ребят, с Денисом часик 3, наверное, повозились. Так, вот этот цилиндр мы ставили давно уже, это на подъем, а вот это на повторитель. Уши чуть-чуть подняли, взяли полуось. Здесь пока все на прихватках, тут вот видно, между рам она выходит, и также вот тут мимо моста. Все в фритирку, но вроде как все получилось. Сейчас теперь мне надо сделать гидробак, и будем полностью подсоединять с вами всю полностью гидравлику. Бак я буду варить, вернее, уже начал варить вот с баллона от Фреона. Кстати, задавали вопросы, может он взорваться или нет, сколько у меня было бачков. Ну, они не взрываются. А может и взрываются, не знаю. Сюда сейчас сделаю горловину, ставим НШ, определим, какого вращения нам надо НШ. И потихонечку будем все подсоединять к распределителю, потом цилиндры. Я думаю, в эту серию должны мы все полностью уложиться и запустить, посмотреть, как работает гидравлика. Так, приварил горловину. Это у нас подача на НШ, вот эта обратка и горловина. Гидромоторов нет, значит, дренаж тут никакой не нужен. Мужики, закончился у меня газ. Варю сейчас просто я обычной вот этой проволокой какая-то с флюсом. Знаете, что скажу? Короче, скорее всего, вот эту вот насадку сожгу, потому что что-то, мне кажется, очень сильно перегревается. И никак я привыкнуть не могу. Вот приварил я тот штуцер, вот этот. Швы какие-то вообще непонятные получаются, кривые, косые. И очень много летает, не знаю, видно, нет. Ботвы, короче, разные. Наверное, опасный для здоровья. Так, пробуем, сейчас ставим бак, чтобы у нас здесь бак вот так вот не катался. Делаем такие вот обычные упоры. 20 на 40 профиль обрезал. Все с двух сторон. И потом вокруг него ленточку. И лента будет его держать. Энша у нас будет стоять вот так вот, вал к валу. Значит, нам надо левого вращения. Если Энша ставится вал напротив вала, то тогда правого вращения. Так, теперь мне надо прикрутить все штуцера на наш фильтр, на распределитель. Все, сейчас я буду потихоньку собирать и будем подсоединять. Ребят, если кому интересно, где я беру все по гидравлике, то я ссылочки вам оставлю в описании. Также не забывайте, есть промокод самоделки-62. Скидка у вас будет 5%. Собрал Энша. Поставил вход, выход. Стрелка здесь показывает. Теперь устанавливаем его на место. Сейчас я его креплю и подсоединяю. Вот вход. Оттуда пойдет выход на распределитель. И уже с распределителя вернется сюда вот обратно. На подачу на Энша будем использовать обычный шланг, так как он дешевле. И подача должна быть дырочка побольше. Также выход с распределителя тоже я всегда делаю таким шлангом. До фильтра и после фильтра. Потому что длина большая магистрали и это дешево. А выход уже с Энша он пойдет уже под давлением. То надо кидать настоящий рукав. Взял с Энша подачу. И кинул сюда на распределитель. В распределителе вход. Это вот где вот этот вот клапан стоит. Здесь вы можете отрегулировать давление. Давление какое у вас будет в системе. Там грубо говоря 150, 100 или 200 или 250. А может быть закрутить его полностью, чтобы он давил так сколько, на сколько сможет надавить Энша. Все, обратку у нас вот. Сейчас сюда ставлю уголок. И делаю, кидаю обратку. Кидаю обратку через фильтр. Так вот устанавливаем фильтр. Вот сюда. И как-то будем соединять, пробовать, чтобы у нас все вышло. Ребят, первые вообще трактора делал без фильтра. И они работали у меня на отработке. Почему так делал? Потому что, грубо, 4 года назад, наверное, первое, может даже и раньше делал, была отработка, были распределители, которые можно было. Так здесь смотрим обязательно прохождение. Пойдет у нас вот так и в бак. Можно было распределить или вот эти Р-80 бесплатно где-нибудь там за горычном утить. Было проще. А так как они бушные и постоянно они сопливились, то лил просто отработку. Но отработку брал хорошую. Грубо говоря, там с иномарок, с машин, ребята занимаются, сливают. Не то, что там какую-то непонятную с водой, а нормальную, то есть, отработку. И все так же работало. Хорошо и долго. Несколько даже вариантов делал просто отстойники. Здесь я так же вварил не снизу, а вот так вот, где-то сантиметрика два. То есть, весь низ будет отстойник. Для первого запуска желательно, наверное, литров пять налить. Больше не надо. Потому что может быть утечка. Где, никто не знает. Это все непредсказуемо. Так, друзья, все правильно подсоединил. Если бы подсоединил я неправильно, то есть, я перепутал бы вращение, то у меня вот отсюда не шла бы струя. Он бы просто бурлил там и все. А так как у меня идет струя, значит, вращение правильное. У нас уже получается полный распределитель, полный фильтр, НШ, все шланги. Все. У нас теперь остается потихонечку подсоединять цилиндры. Также можно вот как еще проверить. Если вы не видите обратки, то так как распределитель полный, здесь у нас должно быть масло. Нет масла. А, все, пошло. Все. Красота. Будем использовать такие вот два цилиндра. Сейчас я здесь примеры уголки, потому что здесь вот мешает у меня мост. Как раз уголками должен выйти нормально. А может быть шланг будет угловой. Поставлю сюда прямые, что-то старое. Сейчас это все надо смотреть. Так, у нас вот этот вот цилиндр ход 240, а этот ход 400 тоже на 40. Подсоединил я цилиндр, какой у нас на подъем. Давайте сейчас заведем, попробуем, какая скорость у нас. Потому что чем вы меньше сделаете на НШ передачное число, тем будет скорость медленнее, и мотору будет легче. Здесь у меня 1 к 3. Вот. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Вот те аппараты, какие я делал, короче, переломку обычную. На них вот это вот происходит все равно качение. Здесь у нас все вообще мертво стоит, видно, да? Вот вам и цельная рама. Узел качения сзади, то есть уже большой плюс. И грузоподъемность, я думаю, у него будет очень хорошая. Надо, конечно, все это доделывать, покрасить, проварим, все. Выгоним, попробуем, что-нибудь поднимем. Так, теперь сейчас подсоединяем маленький цилиндр. Все, большой цилиндр, все нормально. Все работает. Так, ребят, тут самое главное вот смотреть, чтобы нигде шланги не закусывали. Вот еще в чем дело-то. А то можно просто взять и оторвать. Или штуцер, или что-то загнуть. Но вроде как все нормально здесь. Все, теперь доделываю я вот этот повторитель. Сейчас все буду разбирать. Завтра проварю все полностью. Сделаю тягу туда, на низ. И при еде металла сделаем ковш. И, наверное, будем пробовать. Пробовать не знаю где. Ну так хоть выйдем, попробуем. Может что-нибудь поднимем, посмотрим, какой вес он поднимет. Все, на сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok